Предательство сложно простить. Когда друг совершает дурной поступок, то хочется ему жестоко отомстить, чтобы человек понял, что нельзя так поступать с лучшими друзьями. Но есть все же люди, способные отпустить человека с миром и не причинять ему зла, ведь все возвращается. Герой этой истории об этом не знал, ведь волки не умеют читать умные книги. Зато они на уровне инстинктов понимают, что хорошо, а что плохо. В далекой таежной деревне Хакасии жил старый лесник. В силу возраста он был бы рад уйти на заслуженный отдых, но передать свое дело было некому. В поселке остались лишь пенсионеры, а молодежь стремилась из таежной глуши уехать в большой город. Дочь старого лесника не была исключением. Она давно вышла замуж и перебралась в крупный мегаполис. Навещала она старика редко. Правда, на лето она часто привозила к дедушке своего маленького сына. Пока сынок гулял с дедом по тайге, мать летала на какой-нибудь курорт, типа Турции или Египта. Пожилой мужчина всегда был рад внуку. Они вместе ходили в лес, где лесник рассказывал мальчику о тайге и учил его о зам своей профессии. Во время одной из таких прогулок внук подбежал к дедушке с радостным криком. Он заявил, что нашел неподалеку маленького щенка. Когда старик обнаружил найденного зверька, то очень испугался. Это был еще совсем не смышленный волчонок. Но мужчина опасался не самого детеныша, а его мать, которая могла напасть на людей, защищая своего малыша. Человек положил щенка на землю, взял внука за руку и потащил к дому. Мальчик залился слезами, он не хотел расставаться со своим новым другом. Щенок же начал скулить и попытался догнать убегающих людей. Заметив это, лесник сжалился. Он взял щенка с собой, но сказал внуку, что завтра пойдет искать родителей волчонка. Пришлось парню согласиться. На следующий день лесник взял ружье и пошел разыскивать волчье логово. Вернулся он поздно. Он не стал рассказывать внуку, что обнаружил тело волчицы, погибшей от рук браконьеров. Лишь сказал, что щенка можно оставить. До осени волчонок окреп и еще больше привязался к мальчику. Зверька назвали Орес. Они с мальчиком все время проводили вместе, гуляли по тайге, играли и бегали во дворе. Но в конце августа дочь лесника вернулась, чтобы забрать сына обратно в город. Как мальчик не плакал, но Ореса ему взять с собой не разрешили. Волчонок сидел на цепи и смотрел, как его плачущего друга увозили на машине. Несколько дней маленький хищник ничего не ел. Он только лежал во дворе и тихо скулил. Когда лесник снял с него ошейник, волк встал на лапы и пошел в сторону леса. Несмотря на доброту пожилого мужчины, он все же считал своим хозяином мальчика, а с его отъездом зверя в этом доме больше ничего не держало. Спустя год внук вернулся погостить у дедушки. Лесник знал, что мальчик расстроится, когда узнает о пропаже волчонка. Поэтому он заранее принес для него другого щенка. Это был детеныш немецкой овчарки. Мальчик тут же взял своего нового друга и отправился с ним гулять на реку. Но за время пребывания в городе парень забыл правила поведения в тайге, о которых ему рассказывал его дед. Он отвлекся всего лишь на одну минуту, чтобы найти для собаки подходящую палку. Когда юноша обернулся, то увидел, что его резвящийся на берегу реки щенок вдруг упал в воду. Не раздумывая, парень прыгнул за ним. От холода у мальчишки свело конечности. Подняв одной рукой щенка над головой, он пытался другой загребать воду, чтобы доплыть до берега, но силы покидали его. Вдруг он услышал, что совсем рядом что-то большое упало в воду. Затем кто-то подплыл сзади к парню и подставил свою мохнатую спину. Мальчик схватился за своего спасителя. Лишь на берегу он узнал Ореса. Молодой волк с тоской посмотрел на парня. Хищник не погладил себя погладить. Он отряхнулся от воды и побрел в лес. Парень его откликнул, но тот уже не отзывался на свою кличку. Отъезд мальчика волчонок расценил как предательство, хоть парень и не был виноват. Но несмотря на обиду, когда внуку лесника понадобилась помощь, волк не раздумывая бросился в ледяную воду. При этом он спас не только бывшего друга, но и его нового питомца. Однако простить человека хищник не смог. Выполнив свой долг, он решил остаться в дикой тайге. Зверь посчитал, что среди людей ему больше нет места. Если вам понравилась эта трогательная история, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok